Уверена утверждать, что Самара вышла на долгожданное плато пока рано, но тенденция к снижению заболеваемости новой коронавирусной инфекции очевидна. Если на позапрошлой неделе количество заболевших составляло 4797 человек, то на прошлой их число снизилось ровно в полтора раза и достигло 2297. Таким образом, интенсивный показатель заболеваемости сократился на 36,2%. Улучшить статистику во многом помогли временные ограничения, которые вводились в Самаре в конце октября-начале ноября. Положительный пример – работа общеобразовательных учреждений, когда классы разделили на обучение очников и тех, кто занимался дистанционно. Я хочу ответить, что все равно тот уровень заболеваемости, который мы видим сейчас, он ниже, чем был на тот период, когда мы ушли на дистанцию. В числе приоритетных задач по-прежнему вакцинация населения, особенно граждан старше 60 лет. С работающими пенсионерами, отмечают в мэрии, проще. Они охотно делают прививки по требованию работодателя, чтобы обезопасить себя, окружающих и избежать кадровых проблем. С нетродоустроенными людьми преклонного возраста сложнее. Некоторые из них отказываются вакцинироваться. Причина, полагает в администрации Самары, связана с недостаточной информированностью граждан о процедуре. На заседании Оперштаба принято решение привлечь к работе над данным вопросом все существующие общественные организации, включая Совет ветеранов и общество инвалидов. Они должны будут провести беседы с антипрививочниками и, если потребуется, пригласить для детального разъяснения вопросов работников медицины. Очень хочется, чтобы наши люди серебряного возраста перестали доверять непроверенной информации, а верили врачам, как это делали они всю свою жизнь. Чтобы они понимали, что это спасает. Единственная возможность сейчас забыть об этой пандемии – это, конечно, максимальная вакцинация людей. В том числе и в первую очередь людей старше 60 лет. Уже вакцинированные граждане старше 60 лет могут рассчитывать на разблокировку транспортных карт. В настоящее время 8429 из них уже разблокированы. Как правило, на это уходят сутки. Вначале данные обрабатываются, поступают в Минздрав, после чего загружаются на госуслуги. Небольшие задержки по разблокировке социальных карт могут быть связаны с перегрузкой серверов в базы данных или человеческим фактором, к примеру, ошибкой в документах. Если у человека есть допущена, как бы даже здесь была такая ситуация, там просто ошибка в одной букве или в двух буквах, в фамилии или в отчестве, то мы идем на то, чтобы эти транспортные карты разблокировать. В мэрии напоминают, в Самаре продолжают действовать ограничительные меры в период пандемии и коронавирусной инфекции. Рейды проводят на объектах потребительского рынка, социальной сферы, транспорте. Ведут ежедневный контроль за амбулаторными больными. Нарушителям постановления губернатора и требования регионального Роспотребнадзора грозят штрафы. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.